В это время очень рано женились, выходили замуж. 12-14 лет примерно. И очень не может быть, что когда Наоми потеряла своего мужа и двух своих сыновей. Она может быть максимум была где-то 32 года. От 20 до 32. Мы не знаем. Пусть будет 35. В Писании мы видим, что это не страшно. Женщины в Танаке могут родить и в 80. И сегодня даже есть такие случаи. 35-40 только думают о том, чтобы жениться. И что же в голове происходит у Наоми? И она из грамотных. Помните, благословенная семья, богатая. Она знает Писание. И в Торе написано. И есть такой закон, который называется вот так, ливератский брак. Это значит, что если кто-то умирает, то тогда ближайший родственник, он должен взять место умершего своего брата или кого-то родственника, его жену, для того, чтобы продолжить ему семя. Вы следите за мыслью? И она думает себе, я пойду туда, я все еще из хорошей семьи, и кто-то, соответственно, возьмет меня, поскольку из родственников возьмет меня. И будут у меня еще дети, другие. Это как-то в еврейской, в израильской песне есть. Не очень точно, но примерно. Здесь у меня родили, здесь я родилась, и здесь родились мои дети. И она пошла в сторону Израиля. И вдруг становится одна из ее невесток. Она говорит так, слушай, я тоже хочу с тобой. Она говорит, иди, не расстраивай мне всю эту комбинацию. Дай мне устроить свою жизнь, потому что я еще не такая старая, как ты думаешь. А Рут, она говорит, послушай, у меня есть откровение. И примерно 3-4 раза мы встречаем подобных Рут женщин. Рахель, Тамар, Раав, зона Раав, та блудница из Ерихона, и Мирьям, дочь, мама, Яшуа. Когда они воспринимали откровение с небес, они просто даже не думали о том, что подумают люди. Вы можете называть меня проституткой, меня, кем угодно. Я получила что-то, и я держусь этого. И вот Рут была из такого рода женщин. И когда, в общем-то, хорошо соображающая Наоми, смотрит в фанатические глаза Руфи, Рут, она говорит, ну, ладно. И она делает решение. И решение стоило ей как бы жертвы. Она принимает решение пожертвовать своей собственной жизнью, устроенностью, чтобы устроить Рут. Это уровень деяний Мессии. Это характер Мессии.